16. Дальше в лес больше дров Слава Голубев познакомился с Айропетовым раньше Бирюкова. Когда со Светланой Березовой случилось несчастье, Игорь как раз дежурил в скорой помощи. По его рассказу Голубев сделал вывод, что все произошло именно так, как сообщила Люда Суркова. За исключением, пожалуй, одной детали — сумочка Березовой нашлась. Когда пришла машина скорой помощи, кто-то из толпы передал сумочку санитарам. Здоровью Светланы, по заверению Айропетова, большой угрозы нет. От удара возникло помрачнение сознания. Предполагается незначительный ушиб головного мозга, но это может и не подтвердиться. Словом, как понял Голубев, относительно Березовой Игорь был настроен оптимистично. Из скорой помощи Светлану увезли не в горбольницу, как считала Люда Суркова, а по протекции Айропетова направили в хирургическую клинику. Там компетентные врачи в течение нескольких суток окончательно установят состояние здоровья и примут необходимые меры. Голубев, не тратя времени, махнул в клинику, надеясь переговорить с самой Светланой. Однако попасть в палату оказалось не так-то просто. Через дежурную медсестру пришлось отыскивать лечащего врача, убеждать его, что уголовный розыск интересуется здоровьем Березовой вовсе не случайно. Только после этого врач разрешил медсестре пригласить Светлану в коридор приемного покоя. В длинном больничном халате с перебинтованной головой Светлана внимательно выслушала Голубева и уверенно повторила рассказанное Людой Сурковой и Айропетовым. Сумочку у нее вырвали из рук подростки. Это она видела точно, хотя дело было уже в сумерках. Почему сумочка оказалась у санитаров? Видимо, убедившись, что в ней никаких ценностей нет, хулиганы бросили. Внешность подростков Березова вразумительно охарактеризовать не могла, но твердо заявила, что при надобности опознает их. Все это слова Голубев доложил Бирюкову и Стукову, обычной своей скороговоркой в течение нескольких минут, и устало потянувшись, прошелся по кабинету. Рабочий день только начался. Яркое солнце играло на оконном стекле прыткими зайчиками. «Всю ночь не спал», — сочувственно спросил Голубева Антон. «Ага», — подтвердил Слава. «В скорой помощи всех опросил». «Как Айропетов тебе показался?» «Шустряк, парень. По-моему, не глупый. Авторитетом в скорой пользуется беспрекословным». Степан Степанович накручивал диск телефона. Голубев еще раз потянулся и, посмотрев на Бирюкова, сказал, «Если срочного ничего нет, пойду в гостиницу, вздремну минут шестьсот». Когда Слава ушел, Антон обратился к Степану Степановичу. «Выходит, вчера Игорь Владимирович дежурил, а моего дома ожидали». «Выходит», — многозначительно проговорил Степан Степанович, не отрываясь от телефона. Айропетов появился в уголовном розыске через час после того, как Стуков позвонил к нему на работу. Пожав Степану Степановичу руку, будто старому знакомому, он учтиво кивнул Антону, сел на предложенный стул и обаятельно улыбнулся. «Ну, взял меня в оборот угрозыск, то отпечатки пальцев для какого-то сравнения снимает, то вот сюда зовет. В чем дело, товарищи?» «Вчера вечером мы приходили к вам домой», — уклончиво ответил Стуков, прикуривая сигарету. «Ждали до полуночи, но так и не дождались». Айропетов неспеша достал из кармана брюк пачку нашей марки. Щелкнув зажигалкой, тоже закурил. У дяди резко ухудшилось здоровье, пришлось устраивать его на стационарное лечение. Затем, как раз до полуночи, дежурил в скорой помощи. После дежурства идти в пустую квартиру не захотел, остался ночевать у друзей. Игорь спокойно, очень даже спокойно, как показалось Антону, посмотрел на Стукова. «Случилось что-то серьезное?» «Что у вас произошло с Людой Сурковой?» Вместо ответа спросил Степан Степанович. «С какой Людой?» На смуглом красивом лице Айропетова мелькнуло недоумение. Будто припоминая, он нахмурился и вдруг воскликнул. «Ах, Люда, девушка из космоса! Извините, не понял вашего намека. Вы знакомы с ней?» «Относительно, а поточнее». Айропетов глубоко затянулся сигаретным дымом. Банальная история. Познакомились в кафе, танцевали, пили шампанское. Неожиданно Люда опьянела до невменяемости. Как джентльмен я не мог бросить девушку на произвол судьбы. Привел к себе, поскольку она была не в состоянии назвать своего адреса. Чтобы избежать сплетен и нежелательных разговорчиков, пригласил с собой мужа одной из своих сотрудниц. Зовут его Олегом. Большой любитель выпить. А у меня как на грех в доме не оказалось спиртного. Пока бегал к друзьям за бутылкой, Люда учинила скандал, стала ломиться, что называется, в открытую дверь. Собрала толпу соседей, выбежала из квартиры. С ней что-то случилось плохое? — Почему золотое кольцо Сурковой осталось у вас? — Я вернул. Правда, не сам. Самому неловко с ней встречаться. Она же по-своему превратно мои благие намерения истолковала. — Для чего вы оставили кольцо у себя? — спокойно повторил вопрос Стуков. — Чтобы присвоить и разбогатеть, — с улыбкой ответил Айропетов и расхохотался. — Милые работники уголовного розыска, ради бога, поверьте, я не нуждаюсь в дешевых побрякушках. — Кольцо высшей пробы стоит недешево. — Для сотрудницы кафе с ее мизерным заработком, возможно, и не дешево, не спорю. Для меня, поверьте, чистый пустяк. Айропетов внимательно поглядел на Стукова. — Неужели вы действительно считаете, что я хотел обогатиться за счет официантки? — Думаю, у вас была другая цель. Степан Степанович недолго помолчал. — Видимо, вы хотели еще раз встретиться с официанткой. Кольцо — повод для встречи, ошибаюсь. Айропетов покраснел, несколько раз к ряду затянулся сигаретой и, потупившись, ответил. — Это всего-навсего ваши предположения, хотя... Отчасти так, но в основном я опасался, что дорогой Люду ограбят какие-нибудь ханыги, а она по пьяной лавочке свалит беду на меня. — Вот вы, Игорь Владимирович, врач, — издалека начал Стуков. И, насколько мне известно, по женской линии квалифицированный специалист. — Скажите, сколько нужно женщине выпить шампанского, чтобы опьянеть так, как опьянела Люда? — Сам был удивлен, — быстро ответил Айропетов. — Выпила Люда очень немного. По всей вероятности, с ней произошло то, что может произойти с некурящим человеком, если его заставить выкурить в затяжку полную сигарету. Такой человек может потерять сознание. — А если подсыпать в вино снотворного? Игорь театрально выставил перед собой руки. За нашим столом не было авантюристов и преступников. Бирюков не вмешивался в разговор. Из подваль он рассматривал Игоря, прислушивался к оттенкам его чуть глуховатого приятного голоса. Одет Айропетов был модно, но не броско. Светлые брюки, лакированные замысловатым узором туфли, и дорогая трикотажная рубашка с золотистой молнией делали его похожим скорее на спортивного тренера, чем на врача-гинеколога. В манере держаться сквозила естественная легкость, присущая людям, привыкшим быть на равных в любом обществе. — Вы, Люди, не угрожали? — продолжал задавать вопросы Степан Степанович. — Что вы, право! Я уговаривал ее остаться, но ни угроз, ни силы не применял. Если она пожаловалась вам, то, уверяю, виной во всем является возбужденное алкоголем воображение. А Олег не рассказывал, почему Люда стала ломиться в дверь. Айропетов чуть повел бровью. Говорит, сидел на диване, дремал, когда Люда вскочила и напустилась на него. — Куда вы меня привели? Что со мной сделали? Чего хотите? И все в таком духе. На журнальном столике лежала бритва. Она схватила ее и замахнулась. Во избежание недоразумений Олег отобрал бритву и выбросил в открытую балконную дверь. — Вы уверены, что было именно так, — говорит Олег. — У меня вроде бы нет причины лгать. А если я вам сообщу, что эта бритва украдена из магазина? Айропетов побледнел. — Черт знает что! Как могла попасть ко мне ворованная бритва? — Вот и нас это интересует. — Айропетов. Игорь впервые за время разговора посмотрел на Бирюкова. Их взгляды встретились, и Антон не понял, чего больше в глазах Айропетова — страха или оскорбленного подозрением самолюбия. — Откуда у вас эта бритва? — не давая Игорю долго раздумывать, — спросил Стуков. — Из ребят кто-то подарил на дне рождения. Теперь модно дарить архаичные безделушки. — Постарайтесь вспомнить, чей это подарок. День рождения отмечали в кафе. Приглашенных было около двадцати человек. Кто из них что дарил? Айропетов растерянно улыбнулся. — Расстреляйте, не могу сообразить. Павел Мохов был на дне рождения. Игорь не вздрогнул, не испугался. Ответил, как ни в чем не бывало. Мохова в тот вечер я не видел. Давно с ним знакомы. Несколько лет. Айропетов задумчиво наморщил лоб и вдруг повеселел. Кажется, предполагаю, кто мог подсунуть бритву. В кафе каким-то образом оказался один из моих бывших пациентов. Некто Остроумов Владимир Андреевич. Работает на обувном комбинате. Несколько лет назад, точную дату не помню, его доставили на скорой помощи вместе с Моховым в хирургическое отделение, где я в то время работал оперирующим врачом. Ранения у того и другого были серьезными. Пришлось крепко их поштопать. С тех пор оба считают меня своим спасителем и при встрече лезут с любезностями. Вот и на этот раз в кафе Остроумов презентовал огромный букетища цветов, а когда началось шутовство с подарками, тоже что-то сунул под шумок. Помню, мы с Олегом принесли подарки домой, бросили их на диван. Бритва упала на пол, «Я поднял ее и положил на журнальный столик». Аэропетов посмотрел на Стокова таким взглядом, каким ученик, желающий убедиться в правильности ответа, смотрит на строгого учителя. Степан Степанович равнодушно разглядывал свои роговые очки. Прищурившись, он опять спросил, «Почему предполагаете, что Бритву мог подарить Остроумов?» «Вы сказали, что она украдена из какого-то магазина. Из всех присутствовавших в кафе моих знакомых только Остроумов может вызвать подозрения». И опять едва Игорь замолчал, Степан Степанович задал вопрос. «Что за отношения у вас с Бураевской? Как познакомились?» «Знакомство чисто случайное, но я хотел на ней жениться, чуть удивившись, однако без заминки ответил Аэропетов. Что помешало?» «Об этом у нее надо спрашивать». На лице Игоря появилось выражение «не то боли, не то обиды». «Смотрю, уголовный розыск располагает обо мне сведениями, как о настоящем преступнике». «Простите, Игорь Владимирович, извинился Стуков. Вы должны понять, что стечение обстоятельств, как, например, случай с Людой Сурковой, украденная бритва, бросает на вас некоторую тень. Наша задача — отвести от вас подозрения». «Какой разговор! Я прекрасно все понимаю. Однако неприятно чувствовать за спиной тяжелые вздохи. Мне больше по душе правда, пусть горькая, но в глаза». Аэропетов неожиданно посмотрел на часы. «Извините, товарищи, мне надо срочно ехать в аэропорт. Мама прилетает». Степан Степанович повернулся к Антону. «У тебя есть вопросы?» И пояснил Аэропетову. «Это сотрудник уголовного розыска Бирюков из райцентра, где обворовали магазин. Он расследует кражу». У Антона была уйма вопросов. О Черсиной, Лаптеве, Костыреве, Мохове. Однако он воздержался выяснять их в спешке и отрицательно повел головой. Аэропетов, торопливо попрощавшись, вышел из кабинета. Бирюков посмотрел в окно. Оттуда хорошо было видно, как Игорь почти выбежал на улицу, огляделся по сторонам и, проголосовав, остановил такси. Антону пришла внезапная мысль. Он быстро набрал номер гостиницы и попросил дежурного пригласить к телефону Голубева. Услышав в трубке заспанный голос, заговорил. «Слава, есть срочное дело. Аэропетов только что укатил от нашего управления на такси в аэропорт. Надо проконтролировать, понимаешь?» «Пока я сплю, враг не дремлет», — пошутил Голубев. «Один момент, Игнатич, умоюсь и лечу на всех парусах самолетом». «Давай, Славочка, давай!» Антон положил трубку и по взгляду Степана Степановича понял, что поступил правильно. «Какое впечатление?» — спросил Стуков. «Кажется, ты не поверил в искренность Игоря Владимировича». «Подстраховка не повредит, а впечатление неплохое. Парень знает себе цену, не заискивает, не юлит». «И правду в глаза любит». Степан Степанович вздохнул. «К сожалению, в нашей работе эту правду нельзя преждевременно выкладывать. Как в пословице «правда хорошо, а счастье лучше». Бирюков усмехнулся. «А еще, говорят, дальше в лес больше дров». «Остроумово имеешь в виду?» «Сходились наши стежки-дорожки». «Интересный человек. Оригинальный. Есть у нас в архиве его жизнеописание. Сейчас полистаем». Стоков поднялся из-за стола и вышел из кабинета. Через недолгое время он вернулся с двумя толстыми папками. В одной из них Бирюков нашел фотоснимки. «Астроумово» был снят стандартно. Правый профиль, фаз, полный рост. На фотоснимках значились имя, отчество, фамилия и год рождения. Снимки были отчетливые, фиксирующие каждую морщинку на вытянутом худом лице с большими глазами. На блысевшей голове не волоска. «Много раз судим», — спросил Степана Степановича Антон. «Своеобразный рецидивист-неудачник. И сорока с лишним лет жизни половину провел в исправительно-трудовых колониях. Последний раз при задержании Клятвина обещал мне, что поставит точку. Видимо, не сдержался. И еще разок решил попытать счастье. Эх, Остроумов, Остроумов! Вот этот может и сигнализацию отключить, и компаньонов найти, и человека под руку подвернувшегося на деле прикончить». Стуков подал Антону телефонный справочник. Звонив отдел кадров обувного комбината. «А я тем временем эти папки для памяти полистаю». Ответивший Бирюкова начальник отдела кадров без колебаний заявил, что Владимир Андреевич Остроумов работает на комбинате не первый год. Сейчас находится в цехе. Будет там до пяти вечера. Антон положил трубку и решил, не откладывая, ехать на комбинат. «Будь внимательным», — предупредил Степан Степанович. «Остроумов хоть и неудачник, но голой рукой его не возьмешь». Семнадцатое. Рецидивист-неудачник. Посмотрев на небольшую вывеску обувного комбината, Бирюков нырнул в узкий коридорчик проходной и сходу чуть не наскочил на деревянный барьер. За барьером, держа перед глазами как лорнет, очки с отломленной дужкой, стандартный старичок-вахтер самозабвенно разглядывал картинки в потрепанном крокодиле. Поздоровавшись со старичком, Антон спросил, «Как увидеть Владимира Андреевича Остроумова?» Вахтер положил на барьер журнал, одной рукой поправил форменную фуражку и заговорил издалека. «Увидеть любого человека — нетрудная штука, а в данном конкретном случае у тебя, мелок, ничего не получится, потому как вышел с комбината товарищ Вастроумов». Старичок поднес к глазам свой лорнет, поразглядывал Бирюкова и вроде бы из любопытства поинтересовался. «Случаем не брательник в Остроумову будешь?» «Сосед», — сказал Антон первое, что пришло на ум. «А я думал, брательник. Суседу могу сказать конкретно. Отпросился в Остроумов у начальника цеха брательника встречать. Через час, может, пораньше, как штык будет на рабочем посту. Мужик он у нас до строгости аккуратный и трезвый, хотя из этих...» «Из кого из этих?» «Как так?» — вахтер подозрительно наклонил голову. «Сусед и не знаешь». «Недавно мы в соседях», — выкрутился Бирюков. «Можно сказать, друг друга еще толком не знаем». Подозрение на лице вахтера сменилось добродушием. «Другой калинкор, а то сусед». «Суседа б суседи все должен знать. В таком разе тебе и сказать можно, что Вастроумов больше двух десятков годов смотрел на небо через решетку». «Серьезно?» — изобразил удивление Антон. «Куда серьезней?» — довольный произведенным впечатлением, вахтер почесал затылок. «Только мелок, теперь и че то время для Вастроумова в прошлом осталось, а в данном конкретном случае он передовик труда. Вдвоем с женкой больше четырех сотен, как пидать каждый месяц заколачивают. Думаешь, зазря он старое ремесло бросил? Зазря и болячка не привяжется. Понял Вастроумов вкус честно заработанных денег, дом купил. Мы вот тоже со старухой хотенку новую сообразить намерены, а ли домик так небольшенький?» Рассуждений о покупке домов для Бирюкова интереса не представляли. Он посмотрел на часы, посожалел, что не располагает временем для хорошей беседы, и вышел из проходной. От нечего делать побродил по ближлежащим улицам. Зашел в какой-то павильончик, перекусил. Потом заглянул в кинотеатр и около часа сидел в пустом зале, разглядывая на экране полуцветные от старости кадры документального фильма. Из кинотеатра сразу было направился к проходной обувного комбината, но, увидев на пути телефон-автомат, решил позвонить Степану Степановичу. Отдел розыска, стуков, послышалось в трубке. «Остроумова нет на работе. Говорят, отпросился встречать брата», — сказал Антон. «Срочно приезжай», — проговорил Степан Степанович. «Остроумов в вытрезвителе». Через несколько минут Бирюков уже находился в кабинете Стукова. Оказывается, за переход улицы в неположенном месте Остроумова остановил для воспитательной беседы постовой милиционер. Заметив, что нарушитель уличного движения основательно пьян, постовой, недолго думая, отправил его в медветрезвитель. Там у Остроумова обнаружили шесть золотых часов. Заподозрев нечистое, сообщили о необычном клиенте Стукову. Услышав от дежурного по медветрезвителю фамилию клиента, Стуков распорядился немедленно доставить его в отдел розыска. «Должны вот-вот привезти», — закончил Степан Степанович. «Если он хмельной, нельзя его допрашивать», — сказал Бирюков. «А мы и не будем допрос учинять. Мы только убедимся, тот ли это Остроумов, который нам нужен». Неужели Аэропетов предупредил? От Голубева звонка не было? Молчит Голубев. Не вижу, Антоша, в предупреждении логики. Этим Аэропетов себя под удар ставит. «Случайность?» Не похоже. Скорее, ход какой-то. О большем они не успели переговорить. В сопровождении молодого разовощекого сержанта в кабинет вошел Остроумов. Осторожно снял с лысой головы новенькую серую кепку. Он заискивающе улыбнулся Степану Степановичу и поздоровался с ним, назвав по имени отчеству. «Здравствуйте», — сухо ответил Стуков. «Кажется, кудрявый». Кличку до сих пор помните. Остроумов в улыбке блеснул металлическими зубами. Ну и память. Ничего память пока не подводит. Степан Степанович нахмурился. А кличку вашу вспомнил потому, что встреча служебная. Опять за старое взялись. Остроумов развел руками и часто-часто заморгал. Он, на удивление, казался совершенно трезвым. Стуков вопросительно посмотрел на сержанта. Тот понял взгляд, виновата кашлянул, но доложил Бойко по уставному. Гражданин перед тем, как у него обнаружили часы, успел таблетку проглотить. Какую таблетку? Вот такая малюсенькая, показывая кончик ногтя на мизинце, угодливо пояснил Остроумов. Японская. Одну штучку с перепоя заглотишь, и как огурчик свеженький, лишь в темечке иголкой покалывает. Сержант передал Стукову шесть коробочек с золотыми наручными часами и, попросив разрешения, вышел из кабинета. Степан Степанович хмуро посмотрел на Остроумова. Опять за магазины принялись, кудрявый. Взглядом показал на стул и коротко бросил. Садитесь. Всегда прежде времени кусаю локти. Усаживаясь, Остроумов прижал к груди руки. Прошу учесть, Степан Степанович. На этот раз шел в уголовный розыск с повинной. Клянусь, просветление озарило. Точка. Вспомнил ваши святые слова, что неудачник я самый последний. Ой, как мне тяжело, Степан Степанович. Поздновато каетесь. Лучше поздно, чем никогда. На чистоту говорить будете, как перед Господом Богом. А с чего это вдруг вы раскаялись? Полностью осознал безысходность преступного пути. И если хотите, в знак благодарности за доброту человеческую. На лице Остроумова опять появилась заискивающая улыбка. Опять блеснули вставные зубы. И с видом кающегося грешника он начал рассказывать, как вышел последний раз на свободу вместе с Павлом Моховым. Встретился со старыми корешками, как те предложили дело, но он наотрез отказался. Рассказ был витиеватым и не имел отношения к тому, что интересовало Стукова и Бирюкова. «Ближе к делу, говорите», — строго перебил Степан Степанович. «Ближе, так ближе», — угодливо согласился Остроумов и вытер вспотевшую лысину. Ребятки на меня страшно обиделись, что добровольно машу им ручкой. Произошел пьяный кипиш, после которого машина скорой помощи подобрала меня чуть не жмуриком с тремя ножевыми ранами и со штопором вот в этом мягком месте. Приподнявшись со стула, он хлопнул себя ладонью ниже спины. «Да, да, Степан Степанович, с обыкновенным глупым штопором, каким открывают бутылки, ввинчаном в мое тело на полную катушку. Из меня, как из дырявой банки, во все щели хлистала кровь. Я подыхал, как последний пес. На счастье попал в руки гуманному доктору. «Знали бы вы, какой это благородный человек! Он больше часа зашивал на мне дырки вдоль и поперек. Не считаясь моим прошлым, поделился со мной своей собственной кровушкой. Он жизнь мою беспутную спас. Через его золотые руки прошел и Павлуша Мохов, имевший неосторожность на кипише заступиться за меня. Ребятки чем-то тверденьким Павлушу по темечку тюкнули». Лицо Остраумова сделалось скорбным. Он замолчал, видимо, ожидая, что Стуков задаст уточняющий вопрос. Вопроса не последовало, и тогда Остраумов продолжил дальше. «Врача, который вырвал нас с Павлушей из когтей смерти, зовут Игорем Владимировичем. В прошлое воскресенье я встретил его в космосе. У Игоря Владимировича состоялся торжественный день рождения. Культурные друзья стали дарить подарки. Я был выпивший, растрогался до слез и от чистого сердца тоже вручил». Остраумов который раз провел ладонью по мокрой от пота лысине. «А сегодня Игорь Владимирович звонит мне по телефончику и толкует, что из-за моего подарочка уголовный розыск тянет его под эшафот. Ах, думаю, такое козырное дело по-дурному засветил. Прикинулся шлангом, дескать, не понимаю. А он... «Как же так, уважаемый Владимир Андреевич, на свою беду я спас вашу жизнь?» «Боже, боже, что произошло со мной после этого?» «Решились на раскаяние?» — покачав головой, спросил Стуков. «Не верите?» «Нет». Остраумов растерянно замигал, глаза его повлажнели и слезы медленно поползли по впалым щекам. «Я полжизни мотался по исправительным колониям. Полжизни жрал казенные харчи и таскал параши. Я почти забыл свое имя. Как собака отзывался на кликуху, которую вы мне сегодня напомнили. У меня на черепе не осталось ни одной ворсинки. Во рту нет ни одного собственного зуба. Но... Почему вы, Степан Степанович, считаете, что вместе с волосами и зубами у меня пропала совесть? Почему? Остраумов закрыл было лицо кепкой, но сразу убрал ее. Слезы катились по его щекам и часто-часто капали на колени. Руки дрожали. Казалось, он силился сдержать слезы и не мог. И тогда он заговорил, не обращая на них внимания, облизывая кончиком языка верхнюю губу. При первой судимости, когда я был в расцвете сил, мне отвалили полную пятерку за копеечную мелочевку деформированными деньгами. Пусть я украл их, пусть. Но не жестоко ли за медяшки давать такой срок? Пять посок, подумать страшно. Остраумов вытер лицо кепкой. Глаза его стали злыми, красными. Я обалдел от возмущений и решил мстить. Мне давали срок за каждое мое дело. Я отбывал наказание и принимался за прежнее. Опять садили. Да что базарить! Вы, Степан Степанович, все знаете. Память у вас светлая. За четверть века моей преступной деятельности меня не пожалел ни один человек. И только Игорь Владимирович своей добротой перевернул мои уголовные потроха. Я стал работать. У меня золотые руки. Хотите такие фасонные туфельки отщебучу, что ахнете? Который год не воровал. И все-таки не вытерпел. Остраумова заколотил мелкий озноб. Лысина вспотела. Он раз за разом вытирал голову кепкой. Но напотело еще больше. Встретился с Павлушей Клопом. Магазинчик с часиками подвернулся. Увидел золотишко. Затмение нашло. Не устоял. Остраумов умоляюще посмотрел на Стукова. Отложите допрос до завтра. Все как на духу расскажу. Сейчас мочи нет говорить. Мозги дымят. Мысли путаются. С горя выпил для смелости. Таблеточку проглотил. В темечке иголкой колет. Ой, как сильно колет. Пока Стуков связывался со следователем и прокурором, чтобы направить задержанного в следственный изолятор, пока выполнял необходимые при этом формальности и вызывал конвоира, Остраумов сидел, уткнувшись лицом в ладони, как будто происходящее его не касалось. Когда Остраумова наконец увели, Степан Степанович проговорил. Вот это и есть тот самый Владимир Андреевич, рецидивист-неудачник. Какой-то он необычный сегодня. Впервые таким вижу. Нет таблетки ли, предположил Бирюков. Возможно. Стуков задумчиво помял в пальцах сигарету. А Игорь Владимирович предупредил таки Остраумова. Не утерпел. Для чего он это сделал? Трудно сказать. Бирюков задумался. В поведении Арапетова на сей раз не было логики. Его телефонный звонок Остраумову, если таковой на самом деле состоялся, смог явиться сигналом тревоги для рецидивиста. Рассчитывать на джентльменский жест матерого уголовника мог только наивный человек. Арапетов впечатление наивного не производил. Не верилось и в то, что Остраумов действительно шел с повиной и случайно нарвался на постового милиционера. Сомнений не вызывали лишь шести золотых часов, обнаруженных у Остраумова. Ровно столько исчезло их из магазина. Значит, соврал Мохов, что успел продать часы. Видимо, Остраумов захватил себе львиную долю. Сейчас поеду в изолятор и еще поговорю с Костыревым и Моховым, после бесплодных размышлений сказал Антон. Попробуй, согласился Степан Степанович. Замкнутый и угрюмый Федор Костырев, несмотря на все тактические старания Бирюкова, ничего не хотел говорить. Он полностью отрицал знакомство с Остраумовым, Аэропетовым и электромехаником с подстанцией Лаптевым. Признался лишь в том, что хорошо знает монтера Валерку Шумилкина. Когда же Антон заикнулся о загадочных письмах, вообще превратился в истукана и замолчал, словно глухонемой. Мохов, как и прошлый раз, сходу начал изображать бывалого уголовника. Вроде бы роль подследственного доставляла ему огромное удовольствие. Не дожидаясь, когда Бирюков заговорил, с нахальной улыбочкой спросил. «Раскололся, Федька!» «Раскололся», — Антон сделал паузу. «Только не Федька, а Остраумов. Знаете такого?» Всего на секунду растерялся Мохов. Скорее даже удивился, но ответил равнодушно. «Нет, не знаю». «Неужели забыли Владимира Андреевича? Кличка Кудрявый». «Никаких ни лысых, ни кудрявых не знаю». «А Игоря Владимировича Аэропетова?» Мохова будто по лбу ударили. Ошарашенно заморгав, он несколько раз проглотил слюну и вдруг взвился. «Ничего не знаю. Не возьму на себя мокруху. Не возьму. Чужое дело шьешь. Хочешь, чтобы Пашка Мохов заложил?» «Ну что? Что вы кричите?» «С Остраумовым срок вместе отбывали. Попали в пьяную драку. «Аэропетов оказывал вам медицинскую помощь. В кафе «Космос» с ним шампанское пили. Московского инженера ездили встречать на вокзал». Мохов судорожно глотнул. «Так, а магазин при чем?» Бирюков улыбнулся. «Вот и я думаю, чего вы раскричались?» «Я не кричу. Разговор у меня такой». «Как украденные часы попали к Остраумову?» «На барахолке по блату я толкнул часики. Гад буду, за бесценок отдал». «Как часы попали к Остраумову?» Настойчиво повторил Антон. «Не был Остраумов в деле. Век свободы не видать. Не был». «Хватит, Павел». Мохов ударил кулаком по тощей груди. «Не хочу туфтить, не знаю. Пусть Федька Костырев раскалывается. Его дело». Бирюков внимательно смотрел на Мохова и понимал, что вся Моховская бравада от трусости. Но почему он и не боится Костырева? Почему так нагло все валит на него? В уголовный розыск Бирюков вернулся только к концу рабочего дня. Степан Степанович был на каком-то совещании. Под стеклом на его столе лежала записка. «Антоша», — звонил Голубев, — «самолет немного опаздывает». «Игорь ведет себя хорошо. Контактов никаких. Ждет. Ночевать приходи ко мне. Слава тоже будет. Поговорим». Прочитал Антон и, усевшись за стол, подпер руками подбородок. Телефон зазвонил внезапно. Вроде бы знакомый мужской голос спросил Степана Степановича. «Стуков на совещании», — сказал Антон. «Извините, с кем разговариваю?» «С Бирюковым». «Кажется, вы занимаетесь райцентровским магазином». «Да». «Это Айропетов говорит. Мне надо с вами встретиться. Сегодня же немедленно». «Приезжайте. Буду ждать». «Видите, какое дело. Я только что встретил маму». «Не будете возражать, если мы сойдемся через полчаса, что называется, за круглым столом. Скажем, в ресторане «Сибирь». «В слову, вы ужинали?» Бирюков вспомнил, что сегодня толком даже не обедал. «Нет, не ужинал». «Отлично! Значит, через полчаса у входа в Сибирь», — проговорил Айропетов таким тоном, как будто разговаривал с давним-предавним знакомым. Антон затянул с ответом. «Встречаться в такой обстановке с людьми, причастными к проводимому расследованию, он не имел привычки. Но память сейчас подсказывала ему, что с рестораном «Сибирь» что-то связано по ходу дознания». Пауза была недолгой, однако Айропетов поторопил. «Ну что вы раздумываете? Соглашайтесь!» «Там же Олег работает», — вспомнив рассказанное соседкой Айропетова Верой Павловной об инциденте с Людой Сурковой, вдруг подумал Бирюков. «Надо воспользоваться случаем, чтобы понаблюдать за этим Олегом со стороны», — и ответил. «Соглашаюсь!» «Отлично!» — бодро воскликнул Айропетов, словно обрадовался, и тут же положил трубку. 18. За круглым столом У самого входа в ресторан Айропетов разговаривал с моложавой, но заметно полнеющей женщиной. Он издали увидел Бирюкова и разулыбался так, как будто наконец-то встретил долгожданного друга. «Знакомься, мама. Это сотрудник уголовного розыска, товарищ Бирюков», — сказал он женщине, когда Антон подошел к ним. Женщина устала подала темную от загара с дорогим браслетом руку, вежливо наклонила голову и назвалась «Евгения Петровна». Бирюков тоже сдержанно кивнул, сказал свое имя. Она бесцеремонно оглядела его и спросила. «А отчество?» «Игнатьевич». «Вы знаете, Антон Игнатьевич, на юге ужасные грозы. Нас почти полный день мариновали в аэропорту. Самолет не мог вылететь из-за каких-то невиданных разрядов». «Мама», — перебил Айропетов, — «кому это интересно?» Евгения Петровна оглянула на него. «Не сердись, Игорек, я так сегодня перенервничала». И опять повернулась к Бирюкову. «Это вы такой молодой, работаете в уголовном розыске, и не боитесь преступников, ведь они бывают вооружены. Знаете, в нашем городе недавно был случай, о нем даже писали в газетах. «Мы пойдем ужинать или будем без конца разговаривать здесь?» — с улыбкой опять перебил Евгению Петровну Айропетов. «Конечно, Игорек, пойдем. Я ужасно проголодалась. Принципиально не могу есть в самолете, хотя там кое-что и подают». Бирюков сразу заметил, что Айропетов не то стесняется своей словоохотливой родительницы, не то боится, как бы она ни наговорила лишнего. Игорь пытался перехватить инициативу разговора, но удалось ему это лишь в ресторане, когда Евгения Петровна с видом знатока принялась сосредоточенно изучать меню. «Я разыскал того сапожника», — полушепотом сказал он Бирюкову. «Для чего вы это сделали?» — спросил Антон. «Попав в глупейшую историю, нельзя сидеть сложа руки». «Мы разобрались бы и без вашего вмешательства». «Не сомневаюсь. У меня была другая цель, чтобы он пришел к вам с повинной. Согласитесь, это лучший вариант. Ему за чистосердечное раскаяние меньше достанется, а вам работы уменьшатся». «Смотрите-ка, даже баструма из филе есть», — удивилась Евгения Петровна. «Интересно, как это блюдо здесь готовят. Может быть, только одно название». Она положила меню на стол и грузно поднялась. «Игорек, ты, пожалуй, заказывай, а я ненадолго отлучусь. Так сказать, в порядке обмена опытом пойду познакомлюсь с руководством этого заведения». Аэропетов проводил ее коротким взглядом, вроде бы смутился. «Не удивляйтесь, мама работает директором крупного ресторана. Профессиональная гордость, — говорит. Игорь закурил, положил на стол пачку нашей марки и, повертев в пальцах газовую зажигалку, со вздохом сказал. «Хотел сделать с сапожником как лучше. Я ведь из-за его дурости в свидетели попал». К сожалению, некоторые свидетели, стараясь оказать пользу дела, забывают, что от них требуется только одно — говорить правду, но не вмешиваться в расследование. «Привычка бороться за справедливость. Не могу сидеть сложа руки, когда Игорь глубоко затянулся сигаретой. Согласитесь сами, в считанные дни до защиты диссертации и вдруг нелепость с бритвой. Вы на самом деле спасли Остроумову жизнь». Положение было критическим. Однако большого ума для спасения не требовалось. Нужно было срочно сделать переливание крови. У меня оказалась подходящая группа. Операцию делал другой врач. Бирюков взял лежавшую перед Игорем пачку нашей марки, рассеянно поразглядывал ее и спросил. «Хорошие сигареты. Неплохие. Почти десять лет их курю. Привык. Необычные для Новосибирска какие-то. Первый раз вижу. Их здесь не продают. Эта мама мне каждый месяц из Ростова присылает». «Точно такую же, только пустую пачку, обнаружили у нас в райцентре в обворованном магазине», — как можно равнодушнее проговорил Антон. «А откуда она туда попала?» — удивился Игорь. «Ведь это действительно редкие для Новосибирской области сигареты». Бирюков пожал плечами. Наступило тягостное молчание. Аэропетов, наморщив лоб, сосредоточенно думал. «Слушайте», — вдруг сказал он, — «а ведь я в прошлую субботу был у вас в райцентре. Случайно встретил Мохова. У того не было курева. Чтобы поскорее отвязался, отдал ему полпачки. Неужели Мохов заодно с Остроумовым?» «Где вы с ним встретились?» «Говорю, случайно, на улице. А поточнее...» «Я плохо райцентр знаю. Где-то недалеко от вокзала. Мохов один был. С каким-то здоровым парнем. Не с Костревым?» «Кто такой?» — насторожился Аэропетов. «Дружок Мохова». «Я с его друзьями не знаком. Первый раз этого парня видел». «Опять помолчали», — Бирюков спросил. «У кого вы были в райцентре?» «У Лиды Черсиной, продавцом работает. Собственно, был поутру, очень недолго. Ездил проветриться от городской суеты. У вас там великолепная природа, прямо как в Швейцарии. Николай Петрович, дядя мой, готов сутками пропадать у Лидочки». «Знаете о том, что на днях с Черсиной произошло несчастье?» На лице Аэропетова появилось нескрываемое удивление. Так удивиться мог только несведущий человек. «Несчастье? С Лидочкой?» — недоверчиво переспросил он. «Путаница какая-то. В воскресенье от нее вернулся дядя. Все было нормально. Николай Петрович ни слова мне не сказал». «К сожалению, путаницы нет», — Антон вздохнул. Черсина приняла большую дозу пахикарпина, и в настоящее время неизвестно, удастся ли врачам спасти ее жизнь. «Пахикарпина?» — опять удивился Аэропетов. «Не могу поверить. Этим лекарствам женщины нередко с позволения сказать скрытно, врачуют себя, чтобы без хирургического вмешательства прервать беременность. Как правило, такое самоврачевание кончается весьма печальным. Что толкнуло Лидочку?» «Видимо, причина была. Не ее ли магазин обворовали?» «Да, в котором она работала». Аэропетов опустил глаза. «Честное слово, не верится, чтобы Лидочка... Милейшее создание, скромница, тихоня. Вот уж поистине вспомнишь народную мудрость, в тихом омуте черти водится». «Когда вы были у Черсиной, она никаких признаков беспокойства не высказывала». «Абсолютно. Веселая была, улыбалась, радовалась покупке часов». «Где Лида могла достать пахикарпин?» «Затрудняюсь ответить, хотя...» «Лидочка ведь торговый работник, связи у нее, безусловно, богатые». К столу подошла официантка, чтобы принять заказ. Аэропетов только-только взял меню и посмотрел на Бирюкова, словно спрашивая, что же заказывать. Но в это время появилась оживленная Евгения Петровна. «Голубушка, заказ оставлен у директора. Будьте любезны, пройдите к нему», — ласково сказала она официантке. Тяжело опустилась в кресло и улыбчивым взглядом посмотрела на Антона. «Удалось кое-что организовать, чего в меню нет». «Мама, у тебя неудержимая энергия», — с упреком сказал Игорь. «Не возникай против старших», — отмахнулась она и опять заговорила с Антоном. «Вы никогда не были в нашем городе. Непременно должны побывать. Можете остановиться у нас в доме. Комната Игорька пустует. Захотите, устрою в гостиницу. Будете жить в отдельном номере. Когда надумаете приехать, дайте телеграмму. Мы с мужем встретим. У нас собственная Волга, приличный дом с роскошным фруктовым садом». «Спасибо», — поблагодарил Бирюков. «Что спасибо?» — Евгения Петровна повернулась к сыну. «Игорек, что ты как в рот воды набрал? Уговори Антона Игнатьевича побывать у нас. Я вполне серьезно приглашаю». «Да-да», — рассеянно поддержал Аэропетов. «Мама у нас славится хлебосольством, умеет организовать отдых. Каких только друзей в нашем доме не бывало, и все оставались довольны». Появившаяся с подносом официантка прервала разговор. Потому как плотно был загружен поднос судочками, тарелками и запотевшими бутылками с чехословацким пивом «Дипломат». Антон понял. Евгении Петровне удалось кое-что организовать недурно. Вроде бы спохватившись, она попросила официантку принести еще и коньяк, но Бирюков наотрез отказался. «Ни пива, ни спиртных напитков не употребляю», — заявил он, — и для убедительности приврал. «Спортом занимаюсь». Евгения Петровна весело засмеялась. «Коньяк спорту не помеха. Я знаю спортсменов, которые пьют, как лошади». «Каким же видом спорта они занимаются? Винболом?» — съязвил Антон. «И на какие средства?» «Не забывайте, что деньги на юге имеют иную цену. Люди едут к нам отдыхать. Они не трясутся над рублем, а ищут место под солнцем теплее». «Некоторые так сильно увлекаются теплом, что с конфискацией имущества попадают в места, где солнце светит, но не греет», — с улыбкой сказал Бирюков. «Совершенно правильно», — тоже улыбнувшись, неожиданно согласилась Евгения Петровна. «Живя на одну зарплату, швыряться деньгами не будешь. Вот мы, например, с мужем неплохо получаем. Однако, чтобы купить Волгу, нам пришлось скапливать сбережения около десяти лет. Примерно столько же копили на дом. Зато теперь живем как в раю. Мне очень хочется, чтобы вы погостили у нас. Приезжайте, честное слово, не пожалеете». Аэропетов молчал. Он почти не притрагивался к еде. Задумчиво тянул пиво и закуривал одну сигарету за другой. «Игорек, ты много дымишь», — упрекнула Евгения Петровна. «Случилось несчастье со знакомой мне хорошей девушкой», — раздавливая в пепельнице окурок, проговорил Игорь. «Никак не могу представить. Ты был с ней в близких отношениях? Ну что ты, мама? Тогда к чему так сильно переживать? Понимаю, всякое несчастье причиняет боль. Если ты чем-то можешь помочь этой девушке, то помоги. Если нет, какая польза от твоих переживаний? Надо смотреть на жизненные гримасы трезво и не забивать голову, чем попало. Не забывай, что у тебя диссертация на носу». Зал ресторана быстро заполнялся посетителями. Свободных мест почти не оставалось. За соседним столом жгучекрашенная, похожая на цыганку-брюнетка, лениво разговаривала с лысеющим мужчиной. Время от времени она откровенно стреляла в Аэропетова черно-сизами, как переспевшая слива глазами. Появился сутулящийся косматый парень. Огляделся и торопливо подошел к Аэропетову. «Привет князю Игорю!» — произнес театрально и покосился на свободное место. «Занято, старик!» — не ответив на приветствие, коротко бросил Аэропетов. Парень нетрезво улыбнулся. Как ни в чем не бывало, подошел к брюнетке, без церемона обнял ее за плечи, что-то сказал и подался к эстраде, где музыканты уже настраивали инструменты. Вентиляторы вытягивали из зала табачный дым. Сизыми лентами, поднимающиеся над столами, приглушали разнобой голосов. Худенькая миловидная певица запела в микрофон песенку, которую Бирюков слышал впервые. На певицу никто не обращал внимания. Казалось, она делает приятное только для самой себя. «Чувствую, вам надо побыть одним», — неожиданно сказала Евгения Петровна. «Пойду хоть из окна ресторана погляжу на ваш город». Аэропетом, не говоря ни слова, кивнул, и она грациозно удалилась. Антон рассматривал гомонящую разновозрастную публику, из профессионального интереса пытаясь отличить случайных посетителей от завсегдатаев. Игорь, наоборот, сидел с таким задумчиво равнодушным видом, как будто окружающего не существовало. Певицу на эстраде сменил косматый парень, здоровавшийся с Аэропетовым. Шагнув из стороны в сторону, он поднес к губам микрофон, словно хотел его поцеловать. И тотчас громко заиграл оркестр. Гул в зале заметно стал утихать. Посетители удивленно заводили головами, поворачиваясь к эстраде. Парень выждал, пока музыканты закончили играть в вступлении, и еще больше сгорбился, и хрипловатым голосом почти заговорил по слогам. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Аэропетов глянул на певца с усмешкой бросил. Пить меньше надо. Оркестранты не жалели сил. Мелодия металась в тесных стенах ресторана, дребезжала стеклами окон. Казалось, ей невыносимо больно в этом зале, и она изо всех сил рвется в широкое поле, где обещает быть весна долгой и ждет отборного зерна пашня. А певец, уставившись осоловевшими глазами в пол, не чувствовал этой боли, сутулился старичком и, раскачиваясь сбоку-набок, тянул по слогам. Я от тяжести такой горблюсь, «Но иначе жить нельзя, если...» «Идиот такую песню опошляет», — с внезапной злостью сказал Аэропетов. «Да», — согласился Бирюков, — «репертуар не к месту». «Сейчас я сорву этому соловью голос». Игорь щелкнул шариковой авторучкой и на бумажной салфетке размашисто написал. «Старик», — чуть подумав, густо зачеркнул написанное и, сменив наклон почерка влево, быстро застрочил. «Старик, пока ты здесь горбишься от тяжести, Ольга в космосе с Юриком Водневым шейк выкручивает. Целую». Сложив салфетку в четверо, подозвал одну из официанток и показал ей на только что кончившего петь парня. «Танечка, передай, пожалуйста, вот тому молодому Карузо». Официантка быстро прошла между столиков и выполнила просьбу. Парень осоловело уставился в записку и вдруг, чуть не запутавшись в микрофонном шнуре, ринулся с эстрады через зал к выходу. «Порядок», — усмехнулся Айропетов. «Максимум через десять минут будет в ветрезвителе». «О какой Ольге вы писали?» — спросил Антон. «Сотрудница моя по молодости выскочила замуж за этого тенора-алкоголика, теперь мается, ревнив как от Элла. Видели, как фамилия Воднева сейчас сыграла? Это отличный парень, бывшая Ольгина любовь». Сменила дуреха. «Они что, правда в космосе?» Игорь засмеялся. «Юрик второй год на Камчатке служит. Не усек от Элла подвоха с пьяных глаз. И вдруг посерьезнел. Кстати, это тот самый Олег, с которым у Люды Сурковой произошел конфликт в моей квартире. Что ж вы раньше мне не сказали?» Даже не стукнуло. Айропетов приложил палец к виску. «Да и выяснять в таком состоянии что-либо у него бесполезно. Он же в стельку пьян». «Неумышленно ли ты его отсюда выпроводил?» Задал себе вопрос Бирюков и не успел сделать никакого вывода. Айропетов заговорил снова. «Если хотите встретиться с Олегом, завтра провожу к нему на квартиру. Или приходите сюда к открытию утром. Олежка как пить дать, а похмелиться нагрянет. Хоть и алкоголик, но мужик он сравнительно искренний. Крутить перед вами не станет. Если что-то замнет, могу помочь. Передо мною Олег как перед Богом». К столу вернулась Евгения Петровна. Антон решил, что пришло время закругляться. Достал деньги и положил на стол. «Что за фокусы?» Удивился Айропетов. «Я приглашал на ужин, я и расплачусь». «Ну зачем же вам расплачиваться? Мы не настолько знакомы, чтобы платить друг за друга». «Нельзя быть таким щепетильным», — обиделась Евгения Петровна. «Вам не взятку дают, не на сделку сбивают. Просто Игорек хотел с вами откровенно переговорить. Я поэтому и уходила от стола». И она небрежно бросила к пятерке Антона еще десять рублей. Когда Бирюков заявился к Стукову на квартиру, Степан Степанович со Славой Голубевым пили чай. «Где ты пропадал?» — быстро спросил Слава. «В Сибири ужинал с Айропетовыми». «Ого!» «В какую же сумму Игорю Владимировичу обошлось угощение?» Антон устало сел к столу. «Не дури, Славочка!» Без собственного кармана расплатился. «Ну и как они, Айропетовы?» «С руками и ногами. Не пойму, ради чего меня приглашали в ресторан. То ли для того, чтобы Игорь рассказал, что уговорил Остроумова явиться в уголовный розыск с повинной, то ли чтобы Евгения Петровна зазвала к себе в гости. А вот нас со Степаном Степановичем по гостям не приглашают». Слава шутливо вздохнул и посмотрел на Антона так, как будто знал что-то интересное. «Не томи, Славочка!» — попросил Бирюков. «Рассказывай, как Айропетов вел себя в аэропорту». Игорь Владимирович несколько раз изволил куда-то звонить из кабинки телефона автомата, прежним тоном продолжал Голубев. «Заходил в сберегательную кассу, никаких операций там не сделал. Ровно сорок пять минут куда-то катался на такси. Куда не знаю, потому как догнать не на чем было. Номер машины запомнил, завтра найду таксиста и узнаю. Короче говоря, у меня сведения не густые, а вот у Степана Степановича поинтересней». «Какие?» — оживился Антон. Стуков отодвинул пустой стакан. «Светлана Березова, Антоша, нам сюрприз преподнесла. Анализ слюны на конверте, который она нашла у Костырева, показал, что заклеивал конверт мужчина. А почерковедческая экспертиза предполагает, адрес написан измененным почерком Игоря Владимировича Айропетова. Завтра следователь возьмет у него официальный образец, по которому почерковеды дадут точное заключение». Берюков живо представил, как в ресторане Игорь Бойко начал писать, горбившемуся певцу, потом перечеркнул написанное и изменил наклон почерка влево. С таким же наклоном был подписан конверт, найденный Светланой у Костыревых. По необъяснимой аналогии вспомнился томик стихов Петрарки в чемодане Костырева. На нем рукой Березовой надпись «Солнышко, не сердись на меня!» И вдруг в совершенно иной окраске представился случай нападения хулиганом на Березову. Кто-то боялся ее приезда из райцентра. Березову поджидали возле дома, вырвали сумочку, чтобы знать, что она в ней везет. Если бы Светлана заранее не отдала конверт, и снова вплетался Айропетов. Игорь дежурил по скорой помощи, машина которой увезла Березову. «Завтра утром договорюсь со следователем насчет очной ставки Костырева с Моховым», твердо сказал Антон. «Заговорит, Костырев, честное слово, заговорит». 19. Счет номер 8737 в Сбербанке Однако утром Бирюкову пришлось изменить свой план. В следственном изоляторе дежурный перехватил записку, которую Остроумов пытался передать Мохову. На измятом клочке бумаги было написано «Здравствуй, Павлуша! С приветом к тебе, Кудрявый!» «Да, Павлик, Богу стало угодно, чтобы по магазинному делу прошел паровозом я. Завтра первый допрос, а не знаю, что базарить. Начисто забыл, как все это мы сделали. Буду мазать на себя, а ты с Кирюхой отмазывай». Золотые бачата пришлось вернуть в полностью сохранности. Получилось худо, шелкается, а легавый в пути застукал. Тянуть будем по второй части 89-й. Там хоть и есть до шести посок, но Бог не выдаст, свинья не съест. Кудрявый не подведет, ты его знаешь. «Не поймутся ли Остроумова», — задумчиво сказал Антон. «Передать записку в изоляторе можно только по редкой случайности». «Случайность — одна из форм проявления необходимости», — отозвался Стуков. Так, кажется, учит философия. Давай думать, какая необходимость толкнула Остроумова рисковать в расчете на случайность. По-моему, причин может быть две. Во-первых, Остроумов хотел предупредить соучастников, что попался с поличным, и договориться с ними давать одинаковые показания. Во-вторых, фраза «шелкается», а лягавый в пути застукал, рассчитана на простака, который, перехватив записку, поверит, что Остроумов на самом деле шел с повинной. Бирюков еще раз внимательно прочитал Каракули в записке и спросил, почему он слово «Бог» пишет в заглавной буквы, и почему этому «Богу» стало угодно, чтобы по магазинному делу Остроумов прошел основным обвиняемым. Кто этот «Бог»? Не состоит ли он из крови и плоти? Возможно так, но возможно и по религиозным соображениям. Случается, рецидивисты с удовольствием изображают религиозных фанатиков. Вот что Степан Степанович, Антон прошелся по кабинету. Вместо следственного изолятора съезжу-ка я вначале на обувной комбинат. Как-никак Остроумов там работал. А я поеду искать того таксиста, с которым аэропетом на 45 минут уезжал из аэропорта, сказал присутствующий здесь же Слава Голубев. Вопреки ожиданию, характеристика на Остроумова по месту работы была самая, что ни на есть хорошая. За год Остроумов не допустил ни одного нарушения трудовой дисциплины, не совершил ни единого прогула. За перевыполнение плана каждый месяц получал солидные премии. На обувном комбинате работала и его жена, невысокая худенькая женщина. Разговаривая с Бирюковым, она то и дело поправляла на шее светлую косынку и тревожно взглядывала печальными глазами. По ее рассказу выходило, что и дома на протяжении последнего года, сколько они жили вместе. Остроумов никаких вывихов не допускал, был примерным хозяином. — Чем он в свободное время занимался? — спросил Антон. — Больше все на рыбалку мы вместе ездили, по ягоды, по грибы. У нас мотоцикл свой. Каждую субботу и воскресенье дома не сидели. А где были в прошлую субботу? Ездили до станции Кувшинка, это недалеко от Бугатака, рыбачили на Ине. Правда, клев плохой был, но хоть отдохнули. Когда вернулись домой? Тот же день засветло. Ночью муж никуда не отлучался. Никуда. Остроумова приложила глазам уголок косынки. Сколько живем вместе, первый раз такое случилось. Говорят, отпросился у начальника цеха встречать какого-то брата, а у него нет братьев. Это, наверное, приезжие дружки. Когда освободился последний раз, его ведь чуть не убили. Хорошо, врач добросердечный попался, спас. Всхлипнула, помолчала и подняла глаза на Бирюкова. В милицию заявить, что ли, на розыск? Пока не надо, сказал Антон и сразу спросил. Ну, а во воскресенье чем занимались? Днем по хозяйству. Ремонт дому кой-какой делали. Вечером в кафе «Космос» сходили, поужинали там, а заодно Владимир, врача, о котором я говорила, что спас его, с днем рождения поздравил. Тот с большой компанией там был. Этот врач приглашал вас в кафе? Нет. Владимир от какого-то парня узнал о дне рождения, ну и предложил мне сходить в космос. От какого парня? Не знаю его. Заявился к нам домой в воскресенье утром. Говорили они недолго, о чем не слышала. Заметила только, что Владимир грубо его выставил, и сам после этого долга не в себе был. Сейчас вот думаю, не из дружков ли его бывших кто-то заявился. Попробуйте хотя бы в общих чертах описать внешность этого парня. Да я мельком его видела. Заметила только, что невысокого роста, волосатый. Так нынче все молодые волосатые. В кафе имениннику ничего не дарили? Владимир букет цветов купил, рублей на десять. Вот и весь наш подарок. Может быть, Владимир Андреевич еще что-нибудь дарил? А Строумова печально поежилась. Не знаю, может и дарил. Много он выпил на именинах. Не больше стакана шампанского за здоровье того врача. Владимир не пьющий, хоть и судим много раз. На работе женщины шутят. Твой по выпивке и на сапожника не похож. В общие сложности Бирюков провел на обувном комбинате около часа. Ожидая трамвая, строил различные предположения, стараясь установить причину, впутавшую Строумова в дело. Если жена говорила правду, то непосредственного участия в краже Строумов принимать не мог. Как же попали к нему краденные часы? Кто приходил к Строумову домой в воскресенье утром? С какой целью? Чтобы сообщить, что Аэропетов будет в кафе отмечать свой день рождения? Или... Почему после разговора с приходившим Строумов долго был не в себе? И опять возникал вопрос. Кто приходил? Мохов? К трамвайной остановке медленно подкатывалось свободное такси. Молодой чубатый шофер присматривался, не кончилось ли у кого терпение. Бирюков встретился с ним взглядом и в какую-то секунду принял решение. В аэропорт, подбежав к машине, торопливо сказал он шоферу и, захлопнув за собой дверцу, попросил. Только как можно скорее. На самолет опаздываем? Участливо поинтересовался шофер. Хуже, друг, гони вовсю. Таксист, понимающий, кивнул и, выжав сцепление, переключил скорость. Машина резко взялась с места. Стрелка спидометра мигом перескочила начальное деление шкалы и перевалила за пятьдесят. Бирюков неотрывно смотрел на часы. Стрелка поползла к делению семьдесят. Вырвавшись на Красный проспект, машина понеслась, отсчитывая зеленые огни светофоров. Только у одного из них пришлось задержаться. Неопытный любитель, подставив зад своего запорожца чуть не вплотную к радиатору Волги, прозевал желтый предупредительный свет и никак не мог тронуться с места. «Козел! Какой козел!» — цедил сквозь зубы вошедший в азарт таксист. Вывернув машину, он объехал запорожца и рванулся вперед, успев все-таки показать любителю кулак и зло крикнуть. «Трижды козел!» Выскочив из городской сутолоки на загородное шоссе, шофер еще прибавил скорость, и стрелка спидометра теперь уже задрожала за девяносто. Перед аэропортовским вокзалом таксист лихо развернулся, тормознул и, устало откинувшись к спинке сиденья, спросил. «Успели?» Бирюков, глядя на часы, отрицательно покрутил головой. Из-за того запорожского козла у светофора минуту потеряли. Шофер сердито сплюнул в открытое окно машины. Быстрее гнать нельзя было, и так на пределе шуровал. Антон расплатился с таксистом и невесело вошел в здание аэровокзала. Появившееся на трамвайной остановке предположение не подтвердилось. Даже гоня такси на предельной скорости, аэропетов за 45 минут не мог успеть съездить из аэропорта до обувного комбината, чтобы встретиться с Остроумовым и вернуться обратно. На это ему потребовалось бы в лучшем случае не меньше полутора часов. Вокзал был полон пассажиров. Динамики, перекликаясь с металлическим эхом, то и дело неразборчиво и хрипло выкрикивали номера рейсов от летающих и прилетающих самолетов. На взлетном поле гудели турбины, сновали носильщики. Бирюков задумчиво прошелся по залу. На глаза попалась вывеска «Сберкасса». Постояв перед нею, Антон решительно вошел в кабинет заведующего и, предъявив удостоверение личности, объяснил суть дела. «О том, что тайна вкладов охраняется законом, вы как сотрудник уголовного розыска, безусловно, знаете», осторожно спросил заведующий. «Безусловно, знаю», — подтвердил Бирюков. «Но дело очень серьезное и не терпит отлагательства, буквально каждая минута дорога». «Без официального запроса ничем не могу вам помочь». «Запрос при необходимости будет». «Вот тогда, милости прошу». Антон тяжело вздохнул. «Мне всего-то и надо узнать, есть ли или нет среди ваших вкладчиков Игорь Владимирович Айропетов. Поверьте, это далеко не праздный вопрос». После длительных переговоров заведующий, наконец, смилостивился. Оставив дверь открытой, он вышел из кабинета и зашептался с женщиной, сидящей за стеклянной перегородкой с табличкой «Контролер». Женщина долго перебирала картотеку, потом отрицательно повела головой и тоже стала что-то шептать заведующему на ухо. Пошептав, взяла одну из карточек и подала ему. Заведующий, несколько секунд вроде бы поколебавшись, возбужденно вернулся к Бирюкову, прикрыл за собой дверь и тихо заговорил. «Смею заметить, Айропетова Игоря Владимировича в числе наших вкладчиков нет. А вот вчера один довольно подозрительный, по мнению контролера, клиент, Владимир Андреевич Астроумов, сделал первый вклад, так сказать, открыл у нас свой счет. Заведующий показал в принесенную карточку пальцем. Обратите внимание, счет номер 87-37. Клад составляет 5000 рублей, сумма немалая». Сюрприз, как сказал бы Стуков, был налицо. Но еще более интересный приготовил Слава Голубев, отыскавший таксиста, с которым Айропетов уезжал из аэропорта. В одной из берхаз города Игорь Владимирович Айропетов по предварительной заявке снял со своего счета ровно 5000. «Вот теперь Антоша допрашивай Астроумова», — сказал Бирюков и Степан Степанович. «Кстати, в твое отсутствие звонил из вашего райотдела следователь Маслюков и поручил тебе, если потребуется, провести очную ставку Костырева с Моховым». Астроумов заявился на допрос, понуро опустив лысую голову и по привычке держа руки за спиной. Увидев его, Слава Голубев быстро написал Антону. «Этот человек вчера был в аэропорту после приезда Айропетова из городской сберкассы». Антон, понимающий, кивнул. Показания Астроумов давал по существу без лишних отступлений. Чувствовалось, что он приучен на допросах говорить под запись. «Давайте уточним», — сказал ему Бирюков. «Вы утверждаете, что сами в магазине не были, а только навели соучастников на магазин и отключили сигнализацию. В качестве доли за это взяли от Мохова украденные часы. А Паску, Бритовку тоже взял», — угодливо добавил Астроумов. «Как вы умудрились отключить сигнализацию, если сами в райцентре не были?» Астроумов вытер вспотевшую лысину. «Поверили моему алиби? Объясню. Когда шел на дело, не собирался каяться с повинной. Все насчет чистого хвоста предусмотрел. Съездил на рыбалочку с женой, перед соседями покрутился. Я стрелянный воробей, меня куда уж только жареный петух не клевал». «Продолжаете утверждать свое?» «Бог не даст соврать», — Астроумов показал пальцем в потолок. «Псевышний не фраер, все видит», — и заторопился. «Да вы, гражданин оперуполномоченный, не сомневайтесь. На суде телегу толкать не буду. Какой мне смысл теперь врать? Повторю буква в букву свои показания, как сейчас запишите. Пройду с Павлушей Моховым экзамен по второй части, восемьдесят девятой. Кража по предварительному сговору. Там до шести лет, но учитывая мое чистосердечное раскаяние, «Иван Иванович, виноват гражданин прокурор, попросит года два, а граждане судьи и того меньше отвалят». «Обвиниловку хоть сей миг готов подписать. Зачем тянуть время? Раньше сяду, раньше выйду». В статье восемьдесят девятой есть и третья часть. Бирюков открыл уголовный кодекс и прочитал вслух. «Кража, совершенная особо опасным рецидивистом или в крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Как видите, прокурор может попросить самое малое пять лет». По вискам Остроумова поползли струйки пота. Он растерялся. «Зачем так жестоко? Добыча моя — фунт дыма. Я с повиной пришел, часики вернул». «Мы не на базаре, где можно торговаться», — строго сказал Антон. «Рецидивист вы особо опасный, судимости у вас не перечесть. Убыток, причиненный магазину, является крупным. Поэтому следственные органы обязаны обвинить вас по третьей части, и судьи могут вынести постановление конфисковать не только те пять тысяч рублей, которые вчера вы положили в сберкассу аэровокзала, но и домашнее имущество». Хотя план допроса Бирюкова был продуман заранее, но такого эффекта Антон не ожидал. Остроумов буквально разъянул рот, словно ему мертвой хваткой сдавили горло. Больше минуты он приходил в себя и еле-еле выдавил поникшим голосом. «Пять тысяч — мои сбережения!» — определил их в сберкассу, когда надумал идти с повинной. «Не узнаю Кудрявого», — вмешался Степан Степанович. «Так по-детски вы, Остроумов, никогда прежних допросов не лепетали». Плечи Остроумова затряслись. Он уткнулся лицом в ладони и вроде бы заплакал. «Не надо истерик», — спокойно проговорил Антон. «Рассказывайте правду, это зачтется. Будете лгать, придется напоминать еще одну статью Уголовного кодекса. 189-ю, знаете такую? Заранее необещанное укрывательство преступлений, предусмотренных частями 2-й и 3-й статьи 89-й, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет». Остроумов поднял голову и уставился на Бирюкова, остекленевшими круглыми глазами. По впалым щекам катились частые слезы, но взгляд был решительным и злым. Проглотив слюну и глубоко втянув воздух носом, он заторопился. «Деньги дал мне врач-аэропетов, чтобы магазинчик от себя отмести. Чувствую, Игорь Владимирович сблатовал на него Павлушу Мохова и попался с бритвой. «Ради Всевышнего не пишите 189-ю, расскажу все, как на исповеди у батюшки». «А знаете, чем оговор наказывается?» «Кудрявый никогда свою вину не клеил другим. Чужую боль на себя брал, бывало такое, но чтобы свою на кого?» Остроумов вытер лицо, заискивающе посмотрел на Стукова. «Степан Степанович, разве я когда выходил из хомута за счет других?» «Вы рассказывайте, рассказывайте», — хмуро посоветовал ему Стуков. «Все расскажу, все». Остроумов как заводной повернулся к Бирюкову. «Игорь Владимирович вчера утром попросил срочно приехать в аэропорт. Встретились в сберкассе. «Выручай», — говорит, — «и пять косых наличными предложил». Я прикинул своей бестолковкой. «Пять тысяч, не пять рубликов. За них горбушку надо погнуть. Пристрою на книжечку и пойду с повинной. На худой конец больше трех лет не отвалят. Для храбрости выпил коньячку, а поскольку этой гадостью не злоупотребляю, раскиск уже бабы». «Игорь Владимирович на всякий случай таблеточку дал. Прозевал я с ней, на постового нарвался». Остроумов опять уткнул лицо в ладони. Как в воду Степан Степанович глядел. «Неудачник я самый распоследний. Шальной куш подворачивался и на том сгорел. Ой, как мне больно сейчас». Бирюков быстро написал Голубеву, молчаливо слушавшему допрос. «Срочно привези сюда Светлану Березову. Надо, чтобы заговорил Костырев». Голубев прочитал записку и вышел. Остроумов сидел в прежней позе. «Как Айропетов оказался соучастником?» спросил его Антон. «У нас не было времени вести толковище». «Зачем в изоляторе Мохову писали?» «Надо ж было предупредить Павлушу. Думал, хоть раз в жизни повезет». «Откуда вам стало известно, что магазин обворовал Мохов?» «В воскресенье утречком он приходил ко мне. Предлагал за полцены новенькие шмотки. Клянусь, я послал его куда следует. Павлуша заегозил, мол, даже Игорь Владимирович взял у него на таковых условиях золотые часики, и что, если не верю, могу вечером в космосе встретиться с Айропетовым, который будет там справлять день рождения. Я, конечно же, пошел, только не за тем, чтобы советоваться, покупать или не покупать ворованные тряпки. Хотел предупредить Игоря Владимировича, чтобы он не пачкался с Моховым. Когда намекнул ему о часиках, Игорь Владимирович засмеялся, сказал, что это фантазия Мохова. А вчера вот телефонный звоночек Айропетова ко мне подтвердил Павлушины слова. «Ой, влипли, ребятки, ой, влипли». «Жить только по-человечески начали». «Не надо об моей жизни говорить», — почти выкрикнул Астроумов, и так стиснул зубы, что на скулах вздулись крупные желваки. Оформив протокол допроса, Бирюков вызвал конвойного. Астроумов ушел, низко опустив голову и заложив за спину руки. Антон посмотрел на Стукова. «Вот вам и Айропетов». «Не спеши с выводами», — спокойно сказал Степан Степанович. «Считаете, невиновный выложит ни за что ни про что такую сумму денег?» «Это, Антоша, еще надо доказать, что Айропетов действительно давал Астроумову деньги. Рецидивисту-неудачнику безоговорочно верить нельзя». 20. Очная ставка Светлана Березова вошла в кабинет решительно. Лоб ее был забинтован, и повязку, насколько возможно, прикрывали пушистые каштановые волосы. «Не досмотрели света мы за вами», — словно извиняясь, сказал Антон. «Ничего страшного не произошло», — ответила Березова. «Сама Розиня виновата. Слишком задумалась и очнулась только тогда, когда сумочку из рук вырвали. Кстати, один из хулиганов вместе со мной лбом об асфальт проехал, надолго запомнит». «В лицо его видели?» «Нет, он убегал, а я все-таки подножкой достала. По всей вероятности, Генкой звали. Когда за ним бросилась вдогонку, один из мальчиков крикнул «Рви, Генка!» И его счастье, что я на столб наткнулась. Вспомнив разговорчивую соседку Айропетова Веру Павловну и ее неизвестного кого уродившегося внука, Антон переглянулся со Степаном Степановичем и опять спросил Березову. «Как себя чувствуете? Голова сильно болит?» «Ни капельки?» «И вообще наделали много шума из ничего», с обычным темпераментом заговорила Светлана. «Это все тот врач из скорой помощи. То ему показалось, что у меня ушиб мозга, то сотрясение. Как будто мой мозг на честном слове держится. Чуть психбольницу не упек. Идиотизм какой-то. Вы тоже решили проверить, не рехнулась ли я?» «У нас, Света, другие заботы, нежели у врачей». Бирюков усадил Березову возле стола. «Помогите уговорить Костырева, чтобы он рассказал содержание того письма, конверт которого вы нашли у него дома. «Я могу увидеться с Федей?» «Нет, свидания с ним сейчас запрещены. Но если напишите ему записку, я передам». «О чем писать?» «Чтобы Федор говорил правду и не брал на себя чужую вину». «Можете от себя что-то добавить, согласны?» «Вы еще спрашивайте. Давайте бумагу и ручку». Через несколько минут Светлана подала Бирюкову размашисто написанный листок. Смущенно спросила. «Так можно?» «Федя, тебе грязно и подло обманули. Моя мама ничего тебе не писала. «Зачем ты связался с подлецом Моховым? Неужели не знаешь его? И вообще... Стань опять человеком, прошу!» «Солнышко, не сердись на меня. Я ни в чем перед тобой не виноват. Клянусь всеми святыми. Я люблю тебя. Ты слышишь, солнышко? Люблю!» Прочитал Антон и утвердительно кивнул. Не откладывая дело в долгий ящик, Бирюков поехал в следственный изолятор. Федор Костырев на этот раз выглядел мрачнее тучи. Он с недоверием взял переданную ему записку. Долго читал ее и перечитывал. Потом из-под лобья глянул на Бирюкова, с натянутой усмешкой спросил. «По своей воле Светлана написала, или под вашим нажимом?» «Мы, Федор, запрещенных способов не применяем», ответил Антон. «А можно мне встретиться с ней?» «К сожалению, пока нельзя. Почему?» «Из-за своего упрямства вы оказались в числе подозреваемых, а всяческие контакты с подозреваемыми запрещены до выяснения истины». Костырев уперся ладонями в колени и опустил голову. Нервно покусывая губы, задумался и, наконец, сказал. «Задавайте вопросы, буду говорить правду». «От кого пришли вам письма и что в них было?» — спросил Бирюков. Федор поморщился, однако заговорил спокойно и рассудительно. «От кого — не знаю. Получил их в раз оба. Первым прочитал то, у которого конверт был подписан Светланкиной рукой. И чуть не обалдел. Это было письмо к московскому инженеру. Подумалось, что Светланка перепутала письма и отправила не тому, кому надо. Вы разве не заметили, что адрес на конверте написан поддельным почерком? Ничего не заметил. Да такое мне и в голову даже не могло прийти. Ну, а второе письмо? Оно было написано незнакомым почерком, буквы влево наклонены. С первых строчек понял, пишет Нина Михайловна, Светланкина мама. Разделала она меня как бог черепаху, а под конец спросила, оставить ее дочь в покое. Дескать, Светланка любит образованного красивого парня, а со мной недоучкой встречается из жалости. Костырев усмехнулся. Вы можете подумать, здоровый как бык раскис, словно девчонка. Смешно, конечно. Теперь понимаю, а тогда все вверх дном перевернулось. У нас со Светланкой были самые чистые отношения. Я на нее молиться был готов. И вдруг такая грязь. Короче, чтобы понять мое состояние в то время, надо самому такое пережить. Несколько ночей подряд заснуть не мог, думал, а рассудком свихнусь. С Моховым когда дружба началась? Какая там дружба? Но вы ведь как-то оказались с ним вместе. Пашка давно уговаривал меня завербоваться на север. Дескать, там заработки хорошие. Отпуска по два месяца за год и все такое. Не знаю, что он там хотел делать. Специальностей-то у него никакой нет. Наверное, рассчитывал, что северяне — люди денежные, украсть можно будет больше. Ну, а меня вроде телохранителя хотел иметь. Селенок у него как у мышонка, а задиристый как мартовский кот. Я ж не круглый дурак, понимал, что дружбы у нас не получится. Последнее время даже не встречался с ним, а когда эти письма пришли, Пашка зачастил ко мне, в день по три раза прибегал. И все с разговорчиками насчет севера. Вроде как знал, что я в чумном состоянии нахожусь. Так и уговорил. В пятницу я уволился с работы, написал Светланке и Нине Михайловне письма и отправил их. После этого собрал чемодан, взял у матери триста рублей денег и пошел к Мохову. Пашка обрадовался. — Едем, Федя, едем. А у самого за душой не рублевки. На что билет покупать? Триста рублей для двух человек — это же крохи. Пошли по Пашкиным друзьям, надеясь у них занять. А друзья сами девятый день без соли сидят. В одном месте попали на выпивку. Пашка до рвоты нахлебался, я в рот не взял. Вернулись к Мохову. Дело к ночи, а спать не могу. В субботу с утра Мохов стал клянчить на похмелье. Дал ему пятерку. Он мне стакан водки налил, мол, от бессонницы, самое лучшее средство. Ну, я сдуру весь стакан и выпил. Мозги, конечно, сразу вышибло. Пашка опять к дружкам потянул. Помню, в пивной бар «Волна» заходили. Мохов там, кажется, с кем-то пил пиво. А у меня все как в тумане. Почти четверо суток перед этим глаз не смыкал. Когда вернулись к Мохову, заснул, словно мертвый. Утром в воскресенье Пашка разбудил ни свет, ни заря. Потянул на вокзал, чтобы уехать с самой первой электричкой в Новосибирск. Спрашиваю, где ты деньги взял? Да тут, говорит, старый кореш один подвернулся. А сам из какого-то рюкзака вещи в чемодан перекладывает и торопится. Смотрю, вещички новые, даже с магазинными этикетками. Я его за грудки. Ты чего сочинил, Пашка? Тебя же в милицию сейчас надо сдать. Мохов струхнул, залопотал. Сам со мною сядешь. Между прочим, в сельхозтехниковском магазине твою кепочку видел. Думаешь, поверят, что раньше ее там оставил? Фигу с маслом. Уголовному розыску только попадись на крючок. По себе знаю. Да не распускай слюни. Упорхнем на самолете из Новосибирска и пусть ищут-свищут. Тундра просторная. Только смотри, Федя, кепка твоя в магазине осталась. Если что, бери магазин на себя. Впервак больше года не дадут. Будешь на меня валить, групповую примажут. Тогда по шесть лет, как медным котелком, свободы не видать. О Гоганкине Мохов не рассказывал, спросил Бирюков Костырева, когда тот замолчал. Нет, о Гоге в самолете ничего не говорил. Кто помог Мохову отключить охранную сигнализацию в магазине? Не знаю, понуро глядя в пол, ответил Костырев. Я с ним со скотиной после этого принципиально не разговаривал. Когда приехали на электричке в Новосибирск, Пашка куда-то бегал, с кем-то встречался. Я сразу в Толмачево из аровокзала не выходил. Мохов позднее там появился. Веселый, билеты через кого-то достал, засуетился в толпе. А через полчаса милицейский сержант нас в дежурку пригласил. Да вы допросите Пашку в моем присутствии. При мне он, как миленький, правду расскажет. Бирюков позвонил дежурному изолятора. Посидели молча, думая каждый о своем. В коридоре послышались шаги. Дверь отворилась, и конвоир впустил в нее Мохова. При виде Костырева Мохов остолбенел, словно загипнотизированный. — Но что уставился, как баран на новые ворота? — с брезгливой смешкой спросил Костырев. — Не узнаешь? — Федя! — неестественно обрадовался Мохов. — Ты че такой сердитый? Костырев начал было угрожающе подниматься, но Бирюков строгим взглядом усадил его на место и сказал. — Надеюсь, отрицать знакомство не будете? — Нет, — буркнул Костырев. — Федя, мой друг! — с натянутой улыбочкой бросил Мохов. Антон посмотрел на него. — В таком случае рассказывайте, как дело было. — Предупреждаю, ваш друг уже дал показания. Слово за вами. Мохов тянул голову в плечи, будто бы съежился. Глянул туда-сюда, и Антон заметил, что он рад бы говорить откровенно, но боится. — Очень сильно боится. — Кого? Аэропетова или Остроумова? — Пашк, рассказывай, не тяни кота за хвост, — требовательно проговорил Костырев. — Запугиваешь? — окрысился Мохов. — Чего тебя запугивать? Ты и так осиновым листком дрожишь. — Сам струсил, думаешь, и другим страшно. — Не кричи. С детства знаешь, что меня запугать не так-то просто. — Прошу, расскажи все честно, и пусть следователи решают, как нас садить, вместе или поврось. — Ты о чем, Федя? — словно не понял Мохов. — Не прикидывайся, Паша, дурачком. Я все откровенно рассказал. Теперь твоя очередь. — А чего рассказывать? Один я управился с магазином. Мохов еще больше съежился, посмотрел на Бирюкова и прикрестил живот. — Во, крест даю. Один. Бирюков нажал кнопку магнитофонной записи и сказал. — Начните по порядку. Как узнали, что в магазин поступили золотые часы? Мохов передернул плечами и, поминутно взглядывая на Костырева, заговорил. — Если по порядку, то, значит, в субботу утречком кернули сведи, ну и поволокло нас на подвиги. Пошли к моим корешкам, покалякали об том, об всем. Хотели деньжонками у них поживиться. Не вышло. С тоски зашли в пивбар «Волна», чтобы по кружечке от жажды пропустить. Гляжу, Игорь Владимирович Айропетов с Иваном Лаптевым пиво тянут, а перед ними на столике гора вяленой рыбки. Подошел, чтобы пару рыбешек стрельнуть. Разговорились. Попросил у Айропетова денег в долг. Сказал, что на север еду, заработаю, рассчитаюсь. Мужик он всегда денежный, а тут зажался. Показывает золотые часики и говорит, мол, в сельхозтехниковском магазине купил и стратился. Спрашиваю, и еще там остались? — Говорит, навалом. У меня сразу мыслеха сверкнула. Толкую. Дай хоть пару червонцев. Завтра тебе этих часиков в полный карман привезу. Поломался, но четыре пятерки все-таки дал, выручил. Костырев слышал ваш разговор с Айропетовым? Не, Федька Косым в дупель был. На улице с монтером знакомым базарил. — Это я с Валеркой Шумилкиным разговаривал. На подстанции работает, — ставил Костырев. Сейчас вот только вспомнил. Беляков повернулся к Мохову. — Рассказывайте дальше. — А чего рассказывать? Мохов покривился. Федя забалдел капитально. Еле-еле дохилял до моей хаты. Утыркался спать. Я тоже малость прикемарил. Проснулся темно. Думаю, пора за часиками топать. Рюкзачок с собой прихватил. Выхожу из хаты, хоть глаз вырви. Чернота, гроза нависает. Соображаю, на меня работает. Следы заполочит. Подхожу к магазину, и еще темнее стало. Сразу не сообразил. После врубился, что погасли уличные фонари. Замок свернул тики-так. Инструментик ловкий под руку подвернулся. Часы отыскал мигом. Да их всего шесть штучек оказалось. Перерыл в прилавке ящики. Аж стекло раздавил. А часиков больше тю-тю. Стал шерстить все подряд. Втихаря фонариком подсвечиваю. Гляжу, кепка. На подкладке Федина фамилия нарисована. Сразу хотел в рюкзак сунуть. Но смекитил. Если кемель уплывет из магазина, Продавец сразу наведет угрозыск на Федин след. И нас с Федей мигом повяжут. Решил оставить кепочку. Специально на видное место положил. Дальше шарю. В пустой коробке выручку нашел. А часиков как не бывало. Со зла аж курить захотелось. Достаю пачку нашей марки, Которую в фивбаре у Аэропетова стрелянул. А в ней ни единой сигаретки не осталось. Швырнул с дуру за прилавок. Смотрю, на витрине красивые опаски лежат, бритовки. На всякий случай три штучки в карман сунул. И давай рюкзак намевать шмотками, какие получше. Только управился. Рюкзак на плечи. Слышу, оконное стекло хрустнуло. Я за вешалки, где пальто висят. Для смелости железяку схватил, Который замку голову отвернул. Выглядывая оттуда одним глазом, Мужик по магазину мелькнул. Подскочил к стене, Вроде электрическим выключателем щелкнул, И сразу к прилавку затопал. Флаконы звякнули, Тройным одеколоном запахло. Похоже, забулькало что-то. В этот миг, мол, некак полоснет. Смотрю, Гога-самолет С перепугу за прилавок присел. Я из своей лешки к дверям. Зацепился, вешалки повалились, Ящики какие-то загремели. Гога как заорет. Я на крыльцо вывалился, Опять молнии. Вижу, что то лохматое крыльцу прет, Не то баба, не то привидение. Мохом перекрестился. Во, крест даю. Чуть от страха коньки не отбросил. Ладно, железяка в руках была. Этой железякой по лохмачу и шарахнул, А сам, дай бог, ноги завихрил от магазина. Как Гаганкин в магазин попал? Через окно залез. Мохов опять закрестился. Только крест даю. Гога без говора со мной лез. Богом клянусь, без говора Групповой не было, начальник. Кто отключил сигнализацию? Уже говорил, электричество само погасло. С электромехаником Лаптевым договорились? Мохов ударил себя кулаком в грудь. Гад буду, не договаривался. Может, Гога-самолет с Иваном дотолковался, А я под шумок вперед его успел. Бирюков помолчал. Вы, Айропетову, полный карман часов обещали. Как намеревались их взять? Да я ж для понта Игорю Владимировичу загнул, Чтобы денег взаймы вытянуть. А ночью в магазин пошли и рюкзак с собой взяли. Как это понимать? Нюхом чувствовал, что энергии не будет. Наивно, Мохов, очень наивно. Антон нахмурился. Куда дели украденные часы? Толкнул Айропетову по дешевке. А одни совсем бесплатно отдал за то, Что билеты нам с Федей на самолет добыл. Народу на аэровокзале было битком, Без блата к кассе не пробиться. Как часы попали к Остраумову? Не было в деле Остраумова, Испуганно закричал Мохов. Но ведь он принес нам часы. Крест не знаю. Кто писал Костыреву письма? С какой целью? Никаких писем не знаю. Никаких. Я малограмотный писарь. Кроме тебя некому с презрением, Сказал Костырев. Федя, крест! Начал Мохов. Но столкнувшись с холодным взглядом, Костырева осекся. Больше сколько Бирюков не старался, Ничего вразумительного Мохов не сообщил. Создавалось впечатление, Создавалось впечатление, что из какого-то безотчетного страха Он всеми силами, порою до наивности, скрывает истину. В этот же день Степану Степановичу Стукову удалось выяснить, Что за сумочку Светланы Березовой Айропетов пообещал соседскому Генке Купить абонемент на все хоккейные игры сезона. Бирюкову предстояло самое трудное — допрос Айропетова. Прежде чем начинать его, Антон решил встретиться с Игорем Владимировичем, Так сказать, неофициально.